Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задротсотов Левела, и я продолжаю проходить GTA San Andreas, поехали. Так, нам кто-то звонит, давайте возьмём. Кто это, чёрт возьми? Сынок, возвращайся на ранчо, и я всё тебе объясню. И когда я говорю всё, это значит вообще всё. Ты что, не можешь просто сказать мне? Думаю, нет. Так, хорошо, что я и не уходил с ранчо. Я всегда был здесь. Воздушное пиратство. Эй, Карл. Эй, что за хрен, чувак? Эй, таран, я сказал, что это мой косяк. Что, чёрт возьми, я могу сказать, я всего лишь просто действую в таком случае. В любом случае, ты всего лишь грёбаный наркодилер, Тарана. Заткнись и сядь. Ты что думаешь, я торгую с наркотиками? Ты думаешь, что ты крестоносец, добра? Ты хоть понимаешь, что происходит вообще? Что-нибудь понимаешь? 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 Нет, я старался, чтобы не вдаваться в детали. Не надо тут мне умничать. Я работаю на правительственное агентство. Неважно на какое. Я пытаюсь не вводить тебя в заблуждение. Да, когда мы увиделись в последний раз, я участвовал в боях в Латинской Америке. Так как пользуюсь в любые доступные средства, использую. Это не делает меня торговцами наркотиками. В конце концов, деньги, которые мы получили, друзья, которых мы склонили, безмерно помогли нам в наших заграничных интересах. Правительственное агентство. Наивные детишки вроде я верят в киношных героев. Мы просто ведём там войну. Если я буду героем, то проиграю. И что мы получим? Коммунизм в штате Огайо, социальное распределение отсутствия и свободной торговли. Такая ерунда. Так что расслабься и слушай. Хорошо, хорошо, я слушаю. Я знаю, что ты за парень. Мне нужен парень вроде тебя, чтобы сделать то, за что меня не поймают. Например, мне нужен по БТИКС про конкурирующую агентство с неясными для нас целями. У них есть то, что нужно нам. Это работа для двоих, тебе понадобится напарник. Используй парня своей сестры, но не говори ему об этом. Помни. Я буду следить за тобой. Помни. Окей. Я добрался сюда, как только смог, СиДжей. Да уж, вижу. Откуда ты узнал, что мне нужна помощь? Ты что, забыл, брат? Ты звонил мне полчаса назад, парень. Я звонил? То есть... Ах, да, конечно, я звонил. Прости, парень, слишком много мыслей в голове. Ты должен использовать мотоцикл, чтобы подвести Цезаря поближе к грузовику. Мы должны захватить грузовик на автостраде. Он направляется в Сан-Фьерро. Грузовик едет из Лас-Вентурса и направится в долину Хостер. Через Гарверский мост. А, через вот это, да? Правильно понимаю я. Ну что, габим поезд, брат? Стоп. Я... Я, походу, ошибся. Он, кажется, вон через тот мост едет, да? Ну, сейчас, короче, посмотрим. Придется в обратку. Ну, в обратку не будем уж ехать. За ним чисто. Да, все-таки это вот этот мост. В принципе, сейчас мы его как-нибудь отсюда срежем. Так, там есть проход? Или нету? А, я думаю, мы сейчас доберемся до этого. До нашей контрольной точки, да? Вот тут. До гаража нашего. Любимого. Но здесь проехать вроде как нельзя. Вон он, да. Блин, надо было через мост ехать. Я что-то... Затупил. Тихо-тихо-тихо, только не... Не проваливайся. Хорошо. И иди сюда. Нам надо за грузчиком ехать. Ну, залетай. Залетай. Ой, боже, у меня чел багнулся. Все, погнали. Чисто время потеряли из-за этого дурочка. Забаговался просто чел, и все. Прикольно. Сильно играешь. Держись с левой стороны. Быстрее, СиДжей. Удержи эту позицию. Держу. Хорошо. Тихо, куда ты меня толкаешь-то? А кого он бьет-то там? Там никого и нету. Если я правильно смотрю. А, давай еще грузовик забагайся. А че бы нет-то, а? Сучки тупые. Сука, забагована игра, бля, бесит, нахуй. Блядь, грузовик никак нельзя толкать. Блядь, через вот этого... А, хорошо. Ну, хоть через него сяду. Отвези грузовик обратно в гараж. Это куда? Сюда, ко мне в гараж? Правильно я понимаю, нет? Ага. Окей. Стопай, так, я сейчас... Расхерачиваю этот грузовик чертям. Надо как-то развернуться нормально. Ага, вот так вот. Все, более-менее нормально. Отсюда я смогу спуститься? Или там закрыто? А, нормально. Не закрыто, но и слава богу. Так, все, погнали. Отвезем. Не будем рисковать, не будем ехать по рельсам. Поедем чисто по вот этой дорожечке. Так, все, я подъезжаю. Все. Так, отлично. Выполнили миссию, сохраняемся. Потому что с хитпоинтами у нас проблемы. Так, вижу задание еще одно у Цезаря. Давайте сходим. Я так понимаю, этот автосалон сейчас нужно будет выкупить или купить его. Так, тап. Кто-то звонит опять Торена, наверное. Сюда, сейчас же, нечего без дела болтаться. Вот засранец. Нет уж, давайте купим. Имущество куплено. Отлично. Все, теперь Цезарь нас ждет. Так, ну я думаю, у него выполним или не у него. Ну ладно, давайте так уж и быть. Выполним одно задание здесь. Наведение. Смотри и плачь, козел. Вот блин. Так вот оно. Великое новое предприятие, которое должно спасти наши никчемные шкуры. Присоединишься? Слушай, я думал, что мы собираемся ссать на ноги. Мне казалось, мы сделаем так, чтобы это место заработало. Эй, это может и выглядеть так, будто мы в карты играем. Но на самом деле мы составляем план. Не волнуйся, деточка. Мы скоро возьмем за супер-проект. Наконец-то работает. Что работает? О, просто немного колдунцев с электроникой, магией интеллекта помогут нам хакнуть систему спутниковой. На борту нужно нам транспортное средство. А я... Не знаю, что он только что сказал, но это работает. Да, работает. Стой, что работает? Вот эта штука настроена на прием сигнал с суповым телефоном. При каждом ее звонке устройство сообщит новое место положения. Но придется все время держаться достаточно близко. Ясно? Так, я ничего пока не понял. Ханш, хорошо выглядишь, зи. Не дай ее... ...метком погаснуть. Пока что ничего не понял. Типа просто ехать, машину не повредить. Так, аккуратно. Ничего себе. Что там творит? Чертяга. За рулем. Что надо сделать-то, я не понимаю. Купить, что ли, или что? Не понимаю. В чем суть вообще задания этого? Пострелять надо, или что? Ну, я не знаю. Давайте постреляем. Я просто не понимаю. Что нужно делать? Давайте стрелять. Пока застряла эта машина. Эти тупицы. Толкни машину в задний крыл, чтобы ее закрутило, а он потерял управление. Она вот так уже потерялась. Так, все. Тыр залпал машину. Ладно, я все равно не понял, в чем прикол вообще этой миссии, если честно. Похер, короче, на эту миссию погнали выполнять у Торена лучше. Так, все, я тут. Продолжаем, погнали. Доехал до Торена. Запрет. Запрет. Вас понял, большая обезьяна. Я получил толстого сервятника. Трена 16. Требуется получить тонущего дитя. 15 в полнолунии. Разбей свое сердце. Конец связи. Карл, я попрошу тебя об одной услуге. Слушай, мужик, я сейчас тебе врежу. Что известно о моем брате? Успокойся, он в порядке в окружной тюрьме. Крыло Д, камера 13. Слева от него сей деда-убийцкот с радостью бы расправился. Справа же от него белый расист, который очень не прочь вырвать его сердце. Но ты не волнуйся. Вообще, темпы неплоски еще относительно безобидные. Конечно, если только ты не являешься членом семьи полицейского Пендалберри, которого они застрелили. Но ты ведь об этом все знаешь, верно? Черт, слышишь, мужик, а откуда ты все это знаешь? И почему же не положишь этому конец? Ты просто еще не понимаешь, так ведь, парень? Рыцарь и белый, мы отважные герои, и все такое, да? Нам приходится принимать важные решения, парень. Знаешь ли, я пытаюсь ставить одних плохих людей с другими, и иногда я не вмешиваюсь, когда бегает хорошее. Для тебя он брат, но для меня всего лишь вспомогательное средство. Это очень деликатный выбор. Здесь находятся все подонки из этой страны. А там все подонки не из этой страны. Что же касается меня и моих коллег, именно нас держится правительство, это запомнило меня. Мне нужно, чтобы ты срочно приехал сюда на багги. Окей, окей, поджигай эту малышушку, нам нужно получить кое-какой ценный груз. Подстойка, а как насчет моего брата, и как быть со всей этой хренью? Не волнуйся? С красавчиком все в порядке. Если его хоть пальцем тронут, то тюремщик придет домой, найдет своей женой и детей убитыми, так что все под контролем. Прямо об этом всем позже. Ну а теперь пора ехать. Отправляйся в замок дьявола, что находится в пустыне. Стоп, на багги надо, правильно? Правильно я понимаю? Врач, как сам сказал. Хотя я не знаю, багги это или не багги. Хрен его знает. Пофиг. Куда ты летишь, дура Чилла? Тупорылая. Летят, летят только. Куда только в путь. Главное, чтобы машина не появилась передо мной. Ну вот, конечно. Хрен мой кран появилась. Стоп. Хорошо. Спасибо, что перевернул такой... Ах ты бабка. Бабка еще и машину водит. Так, подъезжай до этого места. До которого мне было сказано. Господи, что ж так долго? Торена, ты где? В нескольких милях от тебя. Некогда мне все это. Выбери себе машину, возьми оборудование, которым я тесно взял. Отправляйся в зоне выброски. Я ожидаю там посылку. Возьми гранатомет. Так, давайте мотоцикл все-таки возьмем. Нахер все это дерьмо, которое нам предлагают там. Помойки. И поехали на эту точку. Я надеюсь, что тут... А, все, я вспомнил, что это за миссия. Вот почему нам дали гранатомет. Сейчас все поймете. Если, конечно, у меня получится пройти эту миссию. И вы увидите, что это за миссия. Так, стопаем. Наверх, ведь, правильно? Аккуратно. Все. Доехали. Наш груз уже прибывает. Господи, когда ты прекратишь это делать? Так, вот вертолетик летит к нам. С грузом. Сейчас он, по идее, должен куда-то груз нам выгрузить. Постой. Черт, пилот говорит, что у него возникла проблема. Два вертолета со спецагентами идут на перехват. Ты их видишь? Да. Так, сбей их. Ты должен защитить груз любой ценой. Так, где они? Так, вот проблемная эта штука, пацаны. Тихо, меня не убейте, дебиль. Возьмем калашик. Лол, как они быстро так летают. А можно быстро так не летать по-братски? Попал? Ну сейчас ты, ёб твою мать. Хорошо, попал. По одному. Так, где ещё? Тихо. Себе главное не попасть. Да попади ты. Подохни. Подохни сразу. Попал, попал уже, твою мать. Хорошо. Попал. Всё, отлично. Давай, сбрасывай груз там. Куда ты его выбрасывать будешь? Помню, что он вообще какие-то там в жопу самую выкинет груз этот, а потом подбирай. Ну да. Конечно. А подбирать кому мне? Естественно. Возьми контрабанду. Зато калаш подобрал фри. Ну там менты даже приехали. Может им прописать в щи. Ну, можно это, в принципе, сделать, но не будем этого делать. Так, чё, прям отсюда сиганём. Так, красавчики. Если не умрём. Оп. Оп. На, забор. На. Отличная посадочка. Там грузовик херачит. Так, идём в жопу. Вот эта дорога нам нужна. Вот эта посадка, которую мы видели. Вертолёт на ней пролетал. Так, вот груз. Чем нам ловить? Руками чем? Чем? Чем стрелять по нему или чё? Что делать-то? Окей, доставь посылку обратно в Лас-Бруджос. А где ты? Слушай, у меня от тебя просто мороз по коже. Карл, я буду постоянно лежать за тобой. Или подслушать. Или то и то и другое. Достань контрабандный товар в убежище. Ну хоть звезду сняли на этом. Спасибо. Товар вообще какой-то багнутый. Так, всё, я подъехал. Товар выгрузить надо где-то. А вот. В гараже. Окей. Миссия пройдена. Итак, опять торрены перед, да? А на чём? На своих двоих, что ли? Ну это очень долго, я думаю. Здесь же должен быть какой-то транспорт. Нет? Ну ладно, придётся так топать. Так, всё, погнали. Next. Чё там торрена нам даст? Вердант Мэдоус. Просто изумительно. Что у тебя на этот раз, Тарайна? Вся история это сплошное враньё. Там говорится, что Гитлер покончил с собой, и что мы сбросили атомные бомбы на Японию. И люди верят в этот вздор. О, господи, что ж, наверное, они так спокойно спят по ночам. Слышь, мужик, чего тебе надо? Ты освободишь моего брата? Нет, пока нет. Я его-то экстренное сообщение сказал, что... Чтобы убедить тебя, мужик тебе до... Но самое изумительное, это то, что мы будем о тебе заботиться, о нём. Потому что мне так... Ну, спасибо. После того, что ты для меня сделал, у меня есть двойные агенты в Панаме, которые собираются. Один русский шпион маленького роста, толстый, похож на ельница. А проще дать ему разрешение допросить тебя с присранием, по-русски. С применением клещей для гениталии. Это очень приятно, тебе понравится. Чё, это вовсе не прикольно, чё ты меня упокоит, ты приносишь плохие вести. У русских есть вопрос, который интересует их куда больше. Текст рано покатился. Мы пытались держать ситуацию под контролем, но этот идиот Горбачёв, тот, у которого дурацкая пятна, но оба умудрился отдать чё-то там. Но всё же они знают, и... Эй, короче, в жопу. Ну и что, что я должен делать? Послушайте, чтобы ты для меня кое-что приобрел, окей? По идее, стоит, да, что мне недорог, предложишь по копеечку. А если они окажутся не сгорчимы, убей. Скоро, я сейчас выполню для меня кое-какую реально мокрую работу, окей? Хватит тут... Сю-сюкать, как девочка. Что-то связанное там с этими... С то, что Карлу надо научиться летать. Вроде как я понял с разговора, я просто не успеваю читать, но вы видите, сами там просто тараторки такие. Ля-ля-ля-ля-та-па-ля. Поэтому, извините, не получается у меня быстро зачитывать. Так, всё, я подъезжаю к этому месту. Карл, чё-то... Слишком долго думал. Так, кто там звонит нам? Йо-си-ши, это типа Джетро, чувак. Эй, Джетро, как дела? Эй, чувак, гараж дела идут просто отлично. Но я звоню по другому поводу. В Сан-Фере есть подпольный клуб, который устраивает уличные гонки. Неофициально означает незаконно, так? Не понимаю, о чем ты говоришь, чувак. Короче, они встречаются где-то в районе автошколы. Я подумал, что ты, типа, хотел бы знать. Спасибо, Джетро, я подумаю об этом, а потом сам тебе звякну. Позже, чувак. Так, я понимаю, вот это... Вот это купить надо, да? Правильно я понимаю? Окей, купим. Так, мочек, здесь все дела. Давайте сохранимся. Чё, и нам сейчас должен позвонить. Этот чувачок. Так, берем задание. А, стоп. Ну, ничего не было. Йо, Карл, ну так, что ты думаешь о нашем новом лобе? Чего-то не хватает. Может быть, меня смогут промотировать теннисный корт? Очень мило, Карл, просто прелесть. Так вот, слушай, тебе предстоит научиться летать. Нет. Да, всё именно так. Я приготовил для тебя несколько испытаний, ты можешь получить к ним доступ, просто смотри вон тот лизер. Если ты действительно можешь летать, тебе придётся... Если и дальше собираешься бороться за свободу брата. Блин, да мне плевать, чувак. Замечательно. Учимся летать. Ой, боже. Никогда, ребят, никогда не летал в GTA San Andreas. Поэтому сейчас будем учиться. Как самолёт за зерохоз, нажми вниз, чтобы поднять нос с самолёта. Я понимаю. Нажми два, чтобы... От шасси, да? Не, пацаны, я просто не шарю. Что-то я не понимаю пока. Как это всё делать? Ага. Немножечко понимаю. Ага. Ага. Боже, как же это сложно. Посадка самолёта. Давайте пробовать, ладно. Стопая вот так вот. Правильно. Удерживаю S, чтобы... До тех пор, пока... Ага. Всё. На золото. Круг вокруг аэродрома. Вот это, я думаю, будет сложно. Влево. Ну, давайте вправо. Взлети и постепенно набери высоту. Ну, как учили. Стоп. Что-то сложное. Самолёт едет. Что-то самолёт слишком сложно едет. Трудно очень. Не, это бред. Вы видите, он... Им сложно управлять. Я не понимаю, лол. Что за бред? Так. Ну и... Особо у меня не получилось... Выполнить... Эти миссии дерьмовые. На самолёте. Я думаю, попрактикуюсь немного вне серии. И... В следующей серии мы попытаемся пройти всё-таки эту парашу. Конченую. А пока на этом всё. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok